Можно тряпкой даже вот таким образом поступать. Вот взять на вот такую сляпать краски и еще потом создать... Это же вкусненько! То есть цветовое пятно достаточно вкусненько развивается. А потом, допустим, когда мы создали фановую историю, то есть мы немножко оставили место, то есть некое фоновое пятно. Мы в это фоновое пятно, допустим, введем цвет фигуры, а там розовенький-желтенький. Так, мне тут все удобно стать, чтобы стулы напушают. Все-таки заслоним с собой чуть-чуть. То есть облако фигуры. Именно облако фигуры. То есть мы сейчас что видим? Мы видим некий трюк, каким можно решить на вид сложную задачу. Мы же не умеем сейчас фигуру рисовать. Но мы, допустим, сейчас даем облако фигуры, то есть не пытаемся линейный рисунок дать, чтобы эту жесткость никак не проявлять. Облако. Облако головный. Можно чуть-чуть навел на руку. То есть у нас чуть-чуть появилась освещенная нога. Вот эта нижняя, чуть-чуть. Может быть чуть-чуть освещенный животик. То есть не так, чтобы у нас прямо свет, тень, нюансы полутонов. Нет, вы видите, штрихователь. Где-то намечечек на пленгинка из грудей. Опять можно вернуться там, уточнить прогибчик. И тоже постараться не сильно заниматься уточнением линейного рисунка. То есть даже может быть слегка сбивать его. Видите, как рука может участвовать в этом процессе. Мастихин сейчас своим сыграет. То есть допустим, вот у нас там темные волосы предполагаются. Возьмем синий, коричневый, красный. Не черный, там чернявость волос. А синий, коричневый, красный просто без гыльев. И какие-то красивые, эффектные следочки оставим. Вместо того, чтобы рисовать подробности. В данном случае густота краски решает по многому проблему рисунка. Красивые какие-то поступки на холсте решают эту проблему. У нее может быть какая-нибудь, допустим, диадемочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова